Ой, здорова, ребята! Да я смс-ку прочитала, мне смс-ка пришла. Ой, ой, беда. Буду доедать. У меня тут фарш готовый стоить, настаивается. Может быть, с вами опять постряпаем. Может быть, я передумаю, одна постряпаю. Ну, наверное, я с вами буду стряпать. Подожди, я тут умазалась немножко. Вот, буду доедать. Очень обалденно. Знаете, какие большие куски курицы? Во! Их очень сочные они делают. Самое обалденное. Шавуха. Самое. Что-то я не спросила, рабочие сегодня придут, нет. Они вчера столб один еще сделали, вкопали. Где калитка? Где калитки. Два сраба вкопали, эту сделали, рамки спаяли. Так, чтобы повешать. В чем железо на них? А вчера я тут сделали. Стоп, чтобы купали один. Еще рамку надо ввозить под калитку. Потом они сказали, что очень дорого, очень долго ворота будут старые разбирать. Что это очень долго. Не знаю. А что их долго разбирать? Спилил нафиг их и все. С верхушки. Они наклонены, это во двор. Они так упадут во двор, как бы не надо. Ну, те новые будут столбы, ничего помешает друг. Толкнет, не сзад-то. Это, с верхушки начал и все. Что там долго-то? Не знаете, сколько лет? Старые, это. Раньше строили на века. А сейчас, дерево-то тоже самое одинаковое. Просто руки у людей сейчас разные. Строить. Раньше на века делали. И больше ста лет воротам-то. Они бы еще столько же простояли. Если бы мало кого-то было в порядок и перевести так. А еще палисадник хочу маленький забабахать. После того, когда маленько подлить, надо будет фундамент. Не полностью. Ну, да, фундамент-то есть просто, где-то что-то обсыпалось. Подзалить его. А это сделать. Палисадник небольшой. Потому что в окно проходит, стучат в окошко мне. Надоело. Звук надо сделать. Он его сделал, когда мы сюда заехали. Он с месяца поработал, больше не работал ни один год. Он его сделать не мог. Мы без зонка жили. Трингет полный. Вот до сих пор не работает. Надо делать. Звонок. Да и все. Ну, мы и так слышим, когда кто-то стучит, собаки гавкают. Я уже по гавканям определяю, или просто собака гавкает на кошку. Либо пришел, кто-то гавканье разное. Определяется. Сразу же. На своих, а не на чужих. Вот. Небольшой палисадник сделает. Сколько там он стандартный-то? Кто-то по два метра делает. Куда мне? Метр-полтора. Я туда даже землю добавлять не буду ничего. Я эти сделаю красивые. Как они? Из колес. Несколько штук. Туда землю наберу, посажу цветочки. Чтоб там чистая дорожка была. Ну, уже утопнуло там все. На фига надо. Землю туда и сюда. Цветочки. Пали потом опять ходи там он. А так чистенько хорошо будет. Можно было бы даже вообще пол сделать красивый. Из досок постелил и потом эти поставил. Красивые, вырезанные. Из колес. Клумбы. Лепота. Клумбы. Короче. Все, время надо. Что-то решать надо. Сейчас картошка начнется. У этих рабочих тоже свой дом. Надо тоже в своем доме что-то делать. Из колеса что-то надо решать. Трактористов у меня нет знакомых. Где кого меня найти. Извини, проснулась утром. У меня вся подушка в крови. У меня из носа кровь шла ночью. Или я так вот нашмыгала. То ли наковыряла, то ли давление шибанула. Не знаю, постирала. Вроде отстиралась. Перекисью я сначала. Перекись. В тазике развела перекись. Сюда. На пятна крови. Они сразу же на глазах все поэтом. И постирала. Вроде нормально отошло. Навлочко. Нормальное стало. Любая кровь на любой вещи перекись все хорошо. Покупная в магазине. Сколько она там процентов? Три процентная, да, наверное? Есть девяти. По-моему, двенадцати. У меня мама делала большую в аптеке. Ко мне разводили ее. И такую еще продавали. Сильную. У меня фармацевтом проработала всю жизнь. Я говорила уже. В Москве выучилась у фармацевта. И всю жизнь у нас в центральной аптеке проработала фармацевтом. Порошочки, лекарства всякие делала. Бокс. Маленькая была. В бокс сегодня говорит, будешь заходить? А она определенные дни заходила в бокс. Отец спрашивал покойничек. Тань, сегодня в бокс заходишь? Ну, когда, чтобы прийти, чтобы она в боксе не была. Потому что оттуда уже выходить нельзя. Пока работу не наделаешь, нельзя двери открывать, выходить. Ой, там в двери такой кошечка маленькая сик. Кто-то из сотрудников что-то там, допустим, надо. Передать там лекарства или что-то там. Корневарный, нахер. Вот. Я думала, что такое бокс? Он что, боксирует мамку? Боксом занимается. А нет. Вася лапы тырит. Это я ему уже 4 дала. Он сейчас пятуюсь возьмет. Лапы. Куриные. Ой. А это, оказывается, кабинет так называется. Где варится лекарство. Бокс. Там печки круглые стояли большие. Где жарят эти, ну, банки, склянки под лекарства. И варится лекарство. Опасно. Короче, давление не то, как взорвется, это триндец пипец полный. Может случиться. Мама, когда уходила в отпуск, ее все время, когда у тебя отпуск закончится, приходи быстрее. Никто в бокс не хотел ходить. Мы боялись. За нее работу когда, в отпуске. Вот денег не хватало. Она еще там же на работе полы подрабатывала, мыла. Уборщица. В отпуске где-то. Или вообще нет уборщицы. Она брала эту вставку еще и полы мыла. А я рано тоже пошла работать. Рано стала маме помогать. Полы ходила мыла. Тоже вечерами мы ходили подрабатывать туда вниз. Забыла, как это называется. Вот. Там мы подрабатывали вместе мыли с ней. Потом напротив ходила. На вахте, кто туринский знает, раньше пельменная стояла. Ранний дом у вахты раньше пельменная была сбоку. Сейчас там этот зубы лечат-то. Вот там раньше пельменная была. Туда ходила. Пельмени стряпала. Рано встала работать. Помогала маме. Вот. Короче. Потом в садике работала несколько раз. На семерке. Потом. Ну по порядку я не помню через какой порядок, где, как. Но знаешь, что в садике я работала в садике. В магазинах работала разными. Уборщицы это и с фотосессиком работала, продавцом работала. Директором только не работала. Я директор швабры была. Начальник. Потом и парикмахером работала. Чего у меня еще было? Не то, что работала парикмахер крутой, а так на подхвате. Где-то мужика подстричь легкую я стригла. Отца своего стригла под ножницы, под расческу. Маму стригла короткая стрижка. Такое вот умею. Что-то... А, штукатурмаляр третий разряд у меня. Смотри, работала долго. Очень, очень нравилось штукатурить. Потом, что еще у меня было? На покраске я работала. Знаете, на дорогах хоть и... Вот где мы ездили, ходили с мамой подрабатывать, ездили, ходили вниз полуто вместе мыть. Вот. Там бригады были как бы дорожники или как они правильно назывались. На машину садились на грузовую, там краски бочками. Вот. Это вторая у меня после половки как раз была. Вторая работа. Краска. Вот что. Мы ездили на машине, нас увозили. Бригадирша с нами была. Классная тетка. Не знаю, жива-не жива сейчас. Она вот тогда уже старая была. Вот. По трассе, когда ездишь, по каким-то дорогам, вот трасса, бам, еще какие-то. Вот эти стоят такие белые с черными. Вот так вот обгорождение. Да, много-много. Знаки. Знаки красили мы. Вот. Вот эти вот белым, черным красили. Потом-то так длинные, вот эти железные по дороге-то они сделаны. И их красили. Тоже нравилась покраска. Я люблю красить, что катурики, это мое. И вот это мне нравится. Как-то больше к ней к этому лежит. К покраске вот по такому. А сейчас не, я не лизьё. Ну, чтобы покрасить, вонючая краска, не, не буду, у меня башка заболит. Я старая утром. Нахер надо. Сейчас чихну, зараза. Вот правда говорю, потому что сейчас чихну. Придет, не придет, у меня это долбаные. У меня котята как сиамские белые, это. Они прям как сиамские. Сейчас не уходите, я руки вымой покажу. Это лежит, я кутичками голыми вот. Зараза. Мамаша так, котятка. Один вообще классный. Чего развлеклась? Живая кухня. Вот он какой. А где еще один белый? Не набрали? Пошлите. Я иду. Не уходите. Вот. Вот этот самый обалденный. У него прям лицо красивое, красивое. Этот котенок вообще нежный. Он прям вообще пушистый и как сиамский получился. Видите, он как сиамский. Вообще. Это кто? Подожди. Так, это девка. Вот это девка. На, забери своего. Она самая почему-то такая округленная. Вот этот вот. Пацан похожий. Да, яйца длинные. Вот. У него мордочка удлиненная. И не такой пушистый. Он не такой пушистый. Но он вылитый такой же расцветка, да? Это пацан. Вот это, наверное, девка тоже. Она более округленное лицо. Сейчас поглядим. Ты кто? Нет. Ну-ка, дай я письку посмотрю. Нет, девка. Девка, девка. Это тоже девка. Вот. Такие красивые. Как сиамские. Вообще офигенные. А там черные. Черные. Вообще лапочки. А тот вообще красивый. Такой прям. Ой, блин. Вот все. У него окраска ярче. Яркая-яркая окраска вот этого. Иди сюда, облизываешься. И у него носик красивее у нее. А прям вообще лапочка вот эта вот. Да? Клевый. Ну, блогики есть. Немного, но как у всех этих. Уличная же мамаша-то. Она же ходит, гуляет. Блогики есть все равно. Не то, что там облахастые, зараза. Они же уличные приходят с улицы. Вообще. Ну, мне кажется, хорошие котята получились. И все от одного и того же кота. Васька там белый. Белый такой пушистый. С черными этими вот такими. Лохматый такой красивый кот. Она с одним, она не изменяет. Она молодец. Она верная, зараза. Сразу таких же принесла. Только в чисто белых. Без вот такой вот. И тоже было три. Белых и четыре. Черных. И в этот раз точно так же. Вот лежит даже ухом не лед. Лада, всем добра. Счастья, здоровья.